В секторе литературы по дизайну научной библиотеки Тюменского государственного института культуры открылась новая выставка «Храмы России. Молитва России». Эта выставка посвящена 430-летию со времени основания Донского монастыря, который сейчас расположен на территории Москвы. Особенность выставки в том, что монастырь возник вокруг храма, построенной для иконы Донская Божья Матери. Наверху нашей выставки мы видим знаменитый образ Божьей Матери и младенца с голыми до колена ножками. Вот эта икона Елеус, умиление щечками, младенец прижимается Богородицей. Сергий Радонежский, он благословил Дмитрия Донского на сражение на Куликову битву, в которой русские победили вместе с этим образом. Когда в 1591 году крымский хан Казыгирей со своим 130-тысячным войском обложил Москву, то русские сражались вместе с Борисом Годуновым, а царь, молитвенник Федор Иоаннович, молился всю ночь перед образом Донской Богородицы, и наутро татары ушли. То есть не разрушив, не захватив Москву, не уведя никого в полон. И вот это вот считается чудотворная икона покровительницы воинств. Надо сказать, что на выставке мы представлены, представлены книги, которые с одной стороны рассматривают историю вот Гумилёв, от Руси до России, формирование, культура, государственность, собирание России и так далее. Затем, как говорить о молитвах, как говорить о храмах, если не упомянуть великого святителя Игнатия Бринчанинова, его труды по современному монашеству, приношения современному монашеству. И затем нужно обратить внимание на книгу, первый выпуск «Философия русского религиозного искусства». Вот она справа. И это за почти полтысячи лет, это фрагменты из документов, публикаций, из статей, из трудов, которые посвящены одному – икона, иконопись, иконостас, восприятие вот этой молитвы в рисунках и цвете. А вообще собрана эта выставка показывает главная музыка, архитектура – это музыка в камне. Архитектура церковная, религиозная – это молитвенное состояние русского народа. Это устремленные, как свечи, к небесам колокольни. Это главы церквей и храмов. И мы показали разнообразный период. Это и старинные русские города, которые вошли в Золотое кольцо России, и город Тобольск с его храмами, и Троица Сергиева Лавра, и Андроников монастырь. И практически эта выставка одновременно дает теоретическую подготовку в области церковного, религиозного искусства и показывает образцы. Образцы икон, образцы архитектурных зданий. И убеждают, что Русь богата своими красотами, своим величием и творчеством.